Всем привет! Это канал Ростелекод и я Анатолий Данис. Сегодня у меня очень интересная, хорошая новость по поводу праздников Дня Оленевода. То, что происходит у нас на Дыме и в принципе в Ямал, в нескольком округе. Суть чего? Как вообще основался данный праздник? Как он вообще появился на свет? Сейчас вы узнаете об этом поподробнее. Поехали! Данный праздник появился в 1932 году и был изначально освоен для немцев и Республики Коми. Официально закрепился данный праздник в 2007 году, 2 августа. В 1932 он просто появился на свет, этот данный праздник. Спустя 53 года, это в 1985 году, праздник назвали День Оленевода. Все отлично, все хорошо, все супер. Его начали отмечать, уже как говорится, не официально, но отмечали. И до 2002 года праздник назывался Днем Оленевода. И только в 2002 году данный праздник переименовали в День Оленя. Мне кажется, ты пиздишь. А какого хрена? Ну вдумайтесь, слова. День Оленя! Сильное заявление. И вот с 2002 года так и прет, тут праны ходим, когда приезжают немцы, они там борются, дерутся, перетягивание палки, прыжки через нарты, катание на оленях, на скорость, кто быстрее, кто лучше. Кидание веревки, то бишь, как она правильно называется, я сейчас не помню, честно. Вот. И вот в 2007 его официально признали законным праздником. Вы, блядь, думаете, блядь, почему именно День Оленя? Почему он пиздит какую-то хуйню? Я не понимаю нахуй! Я не понимаю этого! Инфа находится в интернете. Тем более, перед тем, как записывать данное видео, я поискал эту информацию, я ее нашел. Я почитал. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Но это не точно. Читать никто у нас в мире в этом мире не запрещает. Почему? Почему нельзя такое говорить? День Оленя. Получается, к нам на праздник приезжают не оленеводы, должны бегать за всей этой херней, да, блядь, предоставлять. Ооо, сейчас мы приедем на праздник, выиграем, там ничего не будет, не знаю, там первое, второе или третье место, там скутер, не знаю, там, блядь. Балалайку в конце концов выиграем. Ну, хуй с ним. Да пусть и просто. День Оленя. Мы приходим на праздник День Оленя. Че это, блядь, такое? Пиздец. Не День Оленеводы, День Оленя. Вот как, как это можно, блядь, еще просто-напросто выразить? С 2007 года мы, блядь, по сей день мы подмечаем праздник День Оленя. Да ну нахуй! Блядь, я просто не знаю, что сказать. Ну, государство, что ебнутое, сука, я, блядь, просто в ахуе. Почему немцы даже об этом, по идее, немцы и республика Коми знают об этом празднике и как он правильно называется, но они привыкли, что? На, на второго День Оленевода. Ебаный в рот, да как так-то, а? Прикиньте, будет называться на, на второго День Оленя. Правильно, все олени собрались на площадь и начали радоваться празднику оленя. Ах, круто, блядь. Олени, рогов, сука, только не хватает. Ну, блядь, серьезно, че, блядь, я что, не прав, что ли? Прав. Ну, кто не согласен за мной, почитайте. Я ссылку оставлю в комментариях, пройдите и почитайте. Я тоже это с пустого места брать не буду. Просто пиздец, блядь. День Оленя, я охуею. Ну, блядь, назвали бы они хотя бы, не знаю, блядь. Ну, реально, вернули бы реально название День Оленевода. То, что, блядь, люди, которые занимаются разводом данного скота, это оленеводы. Но не олени же разводят скот. Красота-то какая. Лепота. Вот смотрите, да, блядь. Государство, получается, ущемляет права людей. Получается, государство сказало. Да будет свет. Назовем праздник День Оленя. Пускай люди приходят на праздники, пускай они будут оленями. Во. Че это, блядь? Че, блядь, ебать? Государство, вы че, блядь, подохуели? Какого хуя вы... Подохуели. Какого хуя вы людей считаете оленями? Я понимаю, что это праздник День Оленеводов. Ну, почему он называется праздник День Оленя? Почему? Если это праздник День Оленя, пускай олени спокойно бегают по городу, блядь. Жрут, че хотят. И пускай развиваются. Пускай они снимают блоги. Влоги, блядь. Ведут в свое правительство. Золотые слова. Так, блядь, нет. Надо же, блядь, людей оленями назвать. И поэтому... А, давайте, блядь, придем на праздник. И скажем, это праздник День Олевода. А, на самом деле, это будет праздник День Оленя. Он пришел на праздник, он олень. Это полный пиздец. Вот реально, блядь. Да ну нахуй. Я, блядь, честно, я вот когда прочитал данную информацию, данную по данной статье, я реально немножко подохуел. Ущемлять права. У нас в России нельзя запретить ущемлять права. А государство этого пытается сделать. Итог. Любой, кто начнет что-то говорить, выговорит, точнее, говорит свое «я». Да я, да я, да я. И мы в свете статья. За что? За то, что я хочу выразить свою мысль. Мнение, мысль, идею. Дать людям какую-то определенную информацию, которую я знаю, которую хочу донести до людей. Вот с этим оленем. День Оленя.